Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают От всасывания только небольшой процент углеводов И это зависит от их типа Одно исследование показало Несмотря на то, что препарат может ингибировать 97% ферментов Это не дало усвоить только 7% углеводов Стимуляторы термогеники Термогеники повышают расход калорий в организме Заставляя его производить больше тепла Надеяться на бешеное ускорение обмена веществ не приходится Расход энергии увеличивается всего на 5-10% в зависимости от типа препарата Без изменений в диете и ежедневной активности они не имеют смысла Так, 600 мг чистого кофеина тратят дополнительные 100 калорий А это 10 чашек кофе в день А если учесть, что люди пьют кофе с молоком и сливками Все преимущества исчезают Среди других термогеников экстракт зеленого чая Эфидрин, синефрин Все же разжигатели в спортпете Это термогеники с добавлением ингредиентов Эффективность которых не доказана Йохимбин Алкалоид из коры дерева Йохинде Сам по себе не является термогеником И не повышает расход энергии на выработку тепла Но у него есть потенциальные плюсы для очень стройных людей Которые хотят снизить процент жира еще больше Йохимбин совсем не для всех Во-первых, он эффективен только для очень стройных людей Во-вторых, он работает только на голодный желудок В-третьих, обязательно кардиотренировка через 30-60 минут после его приема Иначе мобилизованный жир отправится обратно на хранение Аноректики – регуляторы аппетита Это лекарственные препараты для лечения серьезного ожирения Которые действуют на уровне головного мозга Одни из них стимулируют центр насыщения в головном мозге Другие угнетают центр голода Диуретики Диуретики выводят жидкость из организма И первое время вес снижается на несколько килограммов, радуя рельефом Большое количество худеющих на диуретиках женщин не могут прекратить их использовать У них нарушен водный баланс организма И самостоятельно выводить жидкость он становится неспособен Как только прием диуретиков прекращается, появляются сильные отеки Подведем итоги Быть скептиком во всем, что касается легкого и быстрого похудения – лучшее решение Ни один из существующих и работающих препаратов не обеспечивает значительной потери веса То есть похудение более, чем на 2 килограмма относительно контрольной группы Большинство людей с избыточным весом должны попытаться похудеть с помощью правильного питания и физических упражнений Таблетки для похудения используются только в тяжелых случаях Когда человек имеет серьезные риски для здоровья, связанные с лишним весом или ожирением Все препараты назначает врач как дополнение к диете и тренировкам